С перерезания ленточки, как пуповиной, зарождается новая жизнь библиотеки. Это уже второй современный культурный объект в Зональном районе, который получил статус модельного. А это значит, у 90-летней библиотеки начинается новый этап развития. И нас районная администрация поддержала, нам сделали вот такой хороший ремонт, большой ремонт. Отремонтирован фасад здания, здание спасено от дождя, то есть водоотток сделан, стоки сделаны. Мы поменяли половое покрытие, натяжные потолки, выровняли стены, обои. То есть у нас вот такой хороший здание стало другим. Огромная работа сделана самими библиотекарями. Совместно с дизайнерами и партнерами они подбирали и обивку для мебели, и расцветку обоев в залы, которых здесь несколько для разных возрастных групп. Комплексное обновление, которое теперь отвечает необходимым стандартам, завершили меньше, чем за год. И оно обеспечило победу в краевом конкурсе. На выигранные средства по программе развития культуры Алтайского края приобрели комплект интерактивного оборудования. И VR-очки, электронную парту с четырьмя тысячами развивающих игр, интерактивный пол. А еще открыли маленькую студию для создания мультфильмов. Библиотека – это такое пространство, где услуги предоставляются преимущественно безвозмездно. И они доступны абсолютно всем. Ну и, конечно, те формы, ну, с одной стороны, развлечений, но познавательных развлечений, которые есть здесь для детей, они работают на то, чтобы ребенок, получая удовольствие от игры, получил одновременно с этим полезную информацию, ну и просто пришел в библиотеку. И, может быть, в том числе начал брать и книги на бумажном носителе. Поэтому это, безусловно, расширение кругозора, но это интересный познавательный досуг. Также библиотека получила тысячу книг. Пополнившийся фонд распределили по разным залам. Особая гордость – краеведческий отдел с полным собранием книг по разделу. Рядом – публичный центр правовой информации. Теперь дистанционно доступен и фонд президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Она находится в Санкт-Петербурге. В онлайн-формате всегда можно воспользоваться и материалами Национальной электронной библиотеки, а также ЛитРЭС. Маленькая комната в далекой алтайской деревне, которая от два клика мышкой. И мы находимся в Питере, в президентской библиотеке. Пожалуйста, уникальный фонд президентской библиотеки будет доступен для всех жителей нашего села. И не только. У нас районный центр. К нам приезжают гости с различных сел. И ребятишки туда приходят, а дома, возможно, извините меня, пожалуйста, но тут все свои, все родные. А если нет туалета вот такого? Это ведь тоже культура бытовая, но это культура. И где он ее возьмет, как не в доме культуры и не в школе? Вот понимаете, то есть мы растим других людей, адаптированных и понимающих, как правильно, как нужно, как должно быть. И это наша с вами задача. Поэтому дальше нужно делать то же самое. Эта библиотека стала второй столь современной в районе. Первый объект, попавший в программу по созданию модульных библиотек в глубинке, находится в селе Буланиха. Модернизация сельских очагов культуры, подчеркнули в профильном министерстве края, продолжится и дальше. На очереди поселок Северный в Первомайском районе, а также Биск. Чем больше в регионе будет создано возможностей для возрождения массового чтения, говорят специалисты, тем более духовным будет общество. Елена Макаренко, Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.